Приветствую! Все отсрочки отменят 9 ноября, а действие брони уже приостановлено до 15 ноября. После 15-го будет решаться вопрос о том, кому аннулировать бронь. Вот такие новости мобилизации вы могли увидеть в телеграм-каналах за последние дни. И сейчас мы с вами разберемся, что из этого правда, а что нет. Забегая вперед, хочу вас несколько успокоить. Да, там есть часть правды в этих новостях, но ничего необычного там не происходит. Все, что будет происходить, оно в принципе уже предусмотрено законодательством Украины, то, что касается отсрочек. И мы с вами были к этому готовы и понимали, что мы будем делать. Ну а теперь давайте по порядку с этим разбираться. Итак, первый вопрос. Действительно ли 9 ноября отменят все отсрочки? Да, да, да. Действительно это так. Но давайте разбираться, что в это понятие вкладывать нам, да? Значит ли это, что будет отменена 23-я статья закона о мобилизации и ни у кого не будет отсрочек? Конечно же нет. Для того, чтобы это сделать, нужно как минимум внести соответствующий законопроект в Верховную Раду. Такого законопроекта все-таки нет. Более того, отменить полностью 23-ю статью не представляется возможным. Ну а напомню, что по 23-й статье отсрочки имеют народные депутаты, уполномоченные по правам человека и другие особо важные персоны. Назовем это так. Ну неужели мы думаем, что отменяя 23-ю статью отменят, что отсрочку депутатам и они пойдут служить? Конечно же нет. Конечно же этого не произойдет. Но что имеется в виду под отменой отсрочек 9-го ноября? Имеется в виду следующее. На сегодняшний день в соответствии с постановлением 560 отсрочка дается на период мобилизации. Поскольку мобилизация продлена у нас до 9-го 11-го на сегодняшний день, то понятно, что 9-го 11-го закончатся все отсрочки. Более того, люди, которые сейчас получают эти отсрочки, они их получают именно до 9-го ноября. Именно эта дата стоит в резерве. Что делать дальше? Значит ли это, что человек потеряет отсрочку и не может ее получить? Нужно отсрочку продлевать в этой ситуации. Как продлить отсрочку? Первый способ, который мы уже с вами опробовали в августе месяце, и он как бы подтвердил свою эффективность, не вызывает сомнений этот способ, это просто отправить в ТЦК снова заявление на отсрочку, приложив те же самые документы. Большинство ТЦК, кстати, в этом случае нормально относятся, если второй пакет будет содержать только простые копии, без нотариально заверенных копий. В некоторых случаях мы в августе подавали заявление о продолжении отсрочек. Ну, вернее так, мы сначала подавали заявление о продлении отсрочки, но когда увидели, что ТЦК говорят, что нет, давайте нам заявление на отсрочку обычное, то, которое предусмотрено постановой 560, вот мы начали делать соответственно, так как они говорят. Вот, поэтому к 9-му, 11-му, а если быть точнее, даже раньше, заявление на продление отсрочки следует отправить тогда, тогда, когда будет опубликован уже закон о продлении мобилизации. Не указ президента, да, потому что мы же помним, что указ президента Украины о продлении мобилизации, он будет утверждаться Верховной Радой, законом. И вот когда этот закон будет подписан президентом и опубликован, это обычно происходит за несколько дней, может даже за неделю, вот как только это произойдет и мобилизация будет продлена, вы уже можете почтой отправлять отсрочку, заявление на отсрочку. Идем дальше. Какой второй способ продления отсрочки? Министерство обороны обещает нам, постоянно говорит о том, что они дадут возможность делать это через резерв плюс. На сегодняшний день, пока это только разговоры, как мы с вами знаем, когда открываешь резерв, там нет соответствующих функций. Все. Поэтому такой способ может быть, может не быть. Автоматическое продление отсрочки. Что с этим? Опять же, Министерство обороны обещает, что те люди, которые есть в реестрах каких-либо, они получат автоматическое продление. Мол, оберих будет синхронизирован с другими реестрами и произойдет магия, да, произойдет вот это чудо. Обещать не значит жениться. Мы с вами это прекрасно знаем, поэтому пока этого нет, мы готовимся к чему? Как только закон вступит в силу, все, отправляем снова заявы с копиями в свой ТЦК. Теперь идем дальше. Бронирование. Появилась информация о том, что принято решение о том, чтобы заморозить бронирование, что действие брони приостановлено до 15 ноября. Если внимательно почитать вот тот документ, который сейчас есть в сети, то мы увидим, что приостанавливается не бронирование, приостанавливается предоставление предприятиям статуса критичности, то есть никак на работников этого предприятия, на других людей никак это не влияет. Если у вас есть бронь, то она продолжает действовать. До 15 ноября или нет? А вот здесь уже вопрос. Почему? Потому что в том документе, который входит в сети, указано, что в дальнейшем, до 15 ноября, нужно с соответствующим комиссиям разобраться, а действительно ли те предприятия, которые имеют статус критичности, заслуженно его получили. Ну, понятно, да, мы же понимаем, что кто-то получил не совсем заслуженно, и мы с вами знаем такую информацию, видели в новостях Украины это все. Но что будет дальше происходить? Если примут решение, что вот кто-то получил незаслуженно этот статус, то, соответственно, будет лишено предприятия этого статуса. И уже когда лишат предприятия этого статуса, то, соответственно, и те работники этого предприятия, которые получили бронь, они тоже лишатся брони. Вот, но это только в том случае, если предприятие утратит вот этот статус критичности. Если же нет, все окей, ваша отсрочка действует, она действует сейчас, она будет действовать, там, условно, 1 ноября, она будет действовать 15, и, в принципе, она будет действовать весь, все то время, на которое она вам установлена. А на какой период она установлена, вы можете узнать в системе Резерв Плюс. Потому что, в отличие от отсрочек, там, по догляду, по состоянию здоровья и так далее, которые установлены на срок до 9 ноября, отсрочки по брони даются сейчас на весь период действия брони. И, соответственно, они могут там быть, ну, мы даже видели до августа 25-го года. Вот, и до этого срока она и будет действовать. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, то ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Там гораздо больше информации, и появляется она оперативнее, чем в YouTube-канале. Также стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Традиционно уже пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.